Друзья, всем привет! Я Виктория и вы у меня на канале о парфюмерии. И сегодня, ура, наконец-то, лето! И у нас тема летние парфюмы. Сегодня мы поговорим о сочных, таких свежих парфюмах, то, что называется, чисто белые рубашки. И начать хочу с... прям разбегаются глаза. Давайте начнем с того, что вот то, что я прямо не могу носить зимой. Ну, и рука не тянется, и, в принципе, мне больше нравится, как он к лету открывается. Летом, точнее. Так, это филосикоз, диптик. Я его приобрела прошлым летом. И, друзья, вот это для меня прямо такой летний-летний парфюм. И он, знаете, вот для меня, мы же все судим, да, исходя из своего опыта, для меня это такой парфюм тропического какого-то места, тропического сада. Я бы даже сказала, что это джунгли, потому что здесь есть такая, знаете, зелень очень сочная. И, ну, у меня сразу же, это даже не фантазии рождается, у меня воспоминания рождаются о Таиланде. И мы там путешествовали, мы были в настоящих джунглях. И там, знаете, там же вот в Таиланде, если растет цветочек, то это вам не какой-нибудь там маленький какая-нибудь ромашечка-мати-мачеха, это цветок. Если листик, то это вот листок. И вот зелень там такая сочная, такая яркая, свежая. И вот здесь она есть. И есть кокос. Но кокос, вы знаете, он не как, например, кокос в Versace Crystal Noir, где он как кокосовое масло рассольное для кого-то. Нет, он здесь и не как одушка, да, есть такая как одушка или как кондитерский кокос. Нет, здесь он больше как вот мякоть свежего кокоса, как кокосовое молочко. И я никогда, никогда и нигде не встречала вот такого натурального звучания кокоса. Вот для меня, я говорю, это все ароматы оттуда, из Таиланда. И здесь есть, я не знаю, что это точно, вот не могу вспомнить, или ветивер, или ваниль, потому что здесь все-таки база, она такая слегка сладковатая, но округлая. То есть это вот ни капельки не сладкий парфюм, он освежающий, но он, знаете, есть с горчинкой, есть с кислинкой, а этот слегка сладковатый, такой мягкий, мягкий аромат. Про кокос, инжир, да, здесь есть лист инжира, но я и чувствую вот, вот эта, возможно, сладость, она немножко плода инжира. Но она вот сами, да, понимаете, что это не что-то приторное, это такая мягкая, округлая, сочная сладость с кокосом и вот с воспоминаниями о джунглях. Люблю-люблю летом. Зимой тоже, конечно, можно, но очень редко, и прям для настроения зимой все-таки хочется чего-то другого. Так, дальше, давайте я так разделю, все-таки как-то мне надо поделить. Сейчас пройдусь по нише, потом по люксу и потом по масс-маркету немножко. Сейчас Джульет Хэсэган, джентлвумен. Я сейчас буду, когда смотрю видео некоторых блогеров, например, Антона Иванцова, Антон, привет, он вот все на себя брызгает, вот я сегодня буду такая же. Это мой эксперимент. В общем, стартует таким, знаете, кремом для бритья, мужским кремом для бритья. Такой фужерчик классический. Ну и название, да, у него джентлвумен, потому что он такой трансформер. Он вот стартует этим джентл, да, джентльмен. Я, наверное, сейчас не дождусь этого момента, потому что минут через 15-20 это будут красивейшие цветы флёрда оранж с легким горьковатым оттенком лаванды. И в базе с амбраксаном. Амбраксан есть практически во всех джульетах, и я его прекрасно чувствую. Он придаёт такое ощущение чистоты всему аромату. И вот здесь он тоже этим закончится. Но останется вот это вот где-то на отдалении уже вот эта свежесть такого фужера мужского. Белые цветы будут звучать в сердце. И в базе это будет чистота амбраксана. Это вот для меня, это такой, ну он не обычный парфюм, да. Он не сказать, что он про белые цветы такой женский-женский. Нет, он для меня больше и именно про чистоту, ну про чистоту белых цветов. Вот как-то так это для меня очень красиво. Вот прям в самую жару его можно. Так, если мы уже пошли под джульетом, да, то джульет Хэсеган, нот Эпарфам. Нот Эпарфам. Я честно, я не шучу, я всё буду на себя наносить. Друзья, ну это амбраксан. Это та самая молекула, которая на каждой коже раскрывается по-своему. И на мне он по-разному раскрывается зимой и летом в жару. Причем самое сейчас странное будет зимой. Он на мне звучит какими-то вот чуть-чуть цитрусами. И вот это тот аромат, который бы я отнесла к аромату чистой белой рубашки, что называется. А летом, ну вот сейчас довольно-таки жарко, и он звучит на мне такими... Он очень похож на rose musk. Вот я не знаю, как это. Но более такой... Больше мускуса и меньше розы, вот как я бы сказала. И я его больше люблю именно поэтому носить летом, потому что, ну, всё-таки это красивее, да. Такой сильно-сильно разбавленный мускусом rose musk. И чуть-чуть где-то на отдалении есть роза, вот потому что этот мускус, он такой округлый, вот слегка с оттенком. Но это на мне лично, потому что я знаю, что кто-то его вообще не чувствует, на ком-то вообще никак. А я чувствую. Кстати, после того, как я расчувствовала амброксан вот этот вот, да, в чистом виде, я чувствую его абсолютно везде, вот в любом парфюме, где бы он ни появился. Так, давайте дальше. Дальше у меня royal muskka Mikalew. На самом деле его, конечно, можно и весной, и зимой носить, но я обожаю его летом, потому что в нём такая, такая чистота есть. И, ну, вот правда, мне зимой хочется чего-то более густого, более насыщенного. Ой, боже мой, как он красив, как он красив, вот особенно сейчас на жару. Ну, у нас тепло, у нас не прям ещё жара, но у нас так хорошо, тепло. Запах дорогого уходового крема для тела. Слегка такого, с пудрой. Вот, знаете, есть вообще разные виды пудры. Вот здесь она такая лёгкая, невесомая и такая вуальная. И прям вот не сказать, что это косметическая пудра, это какое-то вот ощущение этого аромата самого. Здесь есть фрукты, но я вот их не чувствую. Я узнала, что это аромат фруктовый, когда искала фрукты, и мне его предложили. Ну, фруктовый аромат искала, и мне предложили его. Я удивилась, я не чувствую, здесь я не могу расложить его вообще на какие-то ноты. Это вот тот вариант, который практически на всех откроется красиво. Кто-то не любит мускусы, а они не открываются или как-то некрасиво звучат. То здесь очень красивый мускус, очень-очень вообще. Вот всем, кто не может найти свой мускус из-за его некрасивости, попробуйте. Просто хотя бы потестите. Так, ну, перейдем к люксу, перейдем к люксу. И начнем, боже мой, у меня прямо разбегаются руки и глаза. Давайте начнем, раз я про мускус тут заговорила. Бушерон, это Place Vendome. Так странно, я сейчас поняла, что название аромата вот не написано нигде на флакончике. Но поверьте мне, потому что у меня есть коробка. Потрясающее открытие про этот аромат я сделала буквально вот сегодня. Оказывается, он очень похож на Le Instant Magique от Guerlain. Это, ну, разница в том, что в Le Instant есть еще миндаль, такой горький миндаль, и он отлично чувствуется. И он более такой, более яркий парфюм, более, даже, я бы сказала, громкий. Этот он более нежный, сидит, наверное, ближе к коже, не так шлифит. Но он от этого не становится хуже, он стойкий. И это такая пудра с цитрусами. Там указано Yuzu в пирамиде в верхних нотах. И это, ну, похоже на грейпфрут. И вот я Yuzu не пробовала, но на грейпфрут похоже. То есть это такой горьковатый цитрус, очень сильно припудренный, слегка с такой сладинкой. Я даже не понимаю, что это может быть ваниль. Он, ну, для меня потрясающе приятный. Абсолютно для меня летний. Я знаю, что кто-то говорит, что он может душить. Меня абсолютно он не душит. Красивый такой. Тоже у него есть такое, знаете, косметическо-уходовое звучание. И мне кажется, на лето супер. Тут такие нежные цитрусы. Да, вот, наверное, я так бы его охарактеризовала, нежные цитрусы. Давайте тогда дальше про цитрусы. Это Coco Mademoiselle версия Intense от Chanel. Цитрусы, почуливые цитрусы с глубиной фруктов. Тут такое вот... У меня была классическая версия Mademoiselle Coco, но Intense мне теперь нравится больше, потому что у него появляется глубина. И глубина именно вот она за счет фруктов. Прямо как будто ныряешь туда в этот парфюм и такой весь в цитрусах и фруктах, которые искрятся и пузырятся как раз-таки почулями. Кто у нас дальше? Давайте вот. Это Сара Джессика Паркер. Нью-Йорк Сити. Это парфюм. И это, друзья мои, клубника. Я искала клубнику. Хотелось по возможности свежую. Я на себя не брызгаю, потому что, ну правда, Антон, если вы смотрите, напишите, как вы что-то чувствуете, потому что, ну уже все смешивается. В общем, клубника есть. Химозная, спросите вы меня, синтетическая. Я не буду вам врать и скажу, да, правда, она слегка химозная, слегка синтетическая. Ну, как бы, очень редко, да, можно найти прям вот такую свежайшую, настоящую клубнику. Это у нас, типа, попытался сделать Кюрк Джан в Бёрбере Хё, но, извините, я не согласна. Там тоже я чувствую такую химическую клубнику, еще и с бинтами и с йодом. А здесь, да, чуть-чуть химическая, но очевидная прям клубника с такой свежестью, причем у меня эта свежесть ассоциируется со свежими огурцами. Ну, вкусно, свежо и на лето, мне кажется, отлично. И он, он не придушит, он будет и освежать, и в то же время он вот слегка с этой сладостью клубники. Тут есть ром в пирамиде. Ну, вот ром, мне кажется, вот эту сладость и дает, и может, вот, кстати, вот эта нота рома, она и дает вот это вот ощущение синтетическое. И, кстати, я просто кайфую от вот этой упаковки. Ну, такая красивая, такая вот прямо по-настоящему летняя. Я его заказала еще весной, но вот он ждал лета, потому что летом, конечно, кстати, вот может быть летом и вот эта химозность и уйдет. Возможно, он как-то раскроется больше. Вот сейчас... Ну, нет, друзья, есть химозность. Ну, немножко, знаете, не... Ну, вот я вам только что про нишу рассказывала, да? Вот если в диптих филосикоз, ну, натуральное кокосовое молоко вот с этой мякотью, ну, прям нейчерал, прям природа сама тебе вот сюда его загнала, то я не могу вас обманывать и говорить, что это, ну, не натуральное, нет. Я думаю, что кто-то из ниши, может быть, кто-то из люкса, напишите, если знаете. Но вот я не знаю, мне кажется, это нишевые дела вот такое создавать. А, кстати, друзья, у меня есть еще одна клубничка. Это тоже бушерон. Это кватре. И у меня вот такая миниатюра. Я уже показывала, у меня случился какой-то несчастный случай. И вот она мне так вот пришла, что уже была немножечко сломана. Я носила этот парфюм на себе уже в такую, ну, в теплую погоду, скажем. И что я могу вам сказать? Здесь начало, оно такое довольно кислое. Я его заказала весной, и весной я прям его не могла носить, потому что он на мне очень сильно кислил. Так, ура, я победила, мы открываемся. Вот. И не могла я его никак носить весной. А вот летом эти все-таки верхние ноты с меня быстрее слетают. Раскрывается клубникой, да. И здесь есть, по-моему, кашмиран есть. В общем, он, знаете, парфюм становится такой какой-то, как, я не знаю, пушистый, что ли, как это сказать? Наверное, вот. И за счет этого тут, знаете, как будто бы мы не будем говорить о том, химическое тут, синтетическое клубника или нет. Она там у нас на отдалении. Мы точно просто не услышим и не поймем, синтетика это у нас или все-таки такое натуральное звучание. В общем, я не знаю, куплю ли я себе в итоге полный размер. Я очень сомневаюсь, потому что у меня такой обширный на лето план парфюмерного гардероба. И я не уверена. Но думаю, что миниатюру все-таки я сношу, потому что мне нравится вот это вот сочетание где-то там клубничности, вот этой вот такой освежающей цитрусовости. Да. Так, Сара Джессика Паркер, раз мы уже о ней заговорили, давайте продолжим. И, друзья, в общем, я назову эту ситуацию СОС. СОС, помогите мне, пожалуйста, у меня. Видите, сколько здесь нет? Но это не я использовала. Где-то вот я его купила весной, я его поносила, и на какое-то время я его оставила. Месяца полтора он у меня стоял. И вот я открываю, и я понимаю, что он у меня испаряется. Я уверена, что это оригинал, потому что покупала я его в Литуале. Я не знаю, что мне делать. Я его замотала пленкой, как могла. Не знаю, поможет это или нет. Ну вот, испаряется, дружок. Если знаете, что делать, напишите мне, пожалуйста. Так. Я очень сильно чувствую в этом парфюме шалфей. И он на мне звучит практически на протяжении всего парфюма. Здесь есть юзу, цитрусы, то есть здесь есть тот самый шалфей, здесь есть древесность, есть ветивер. И в принципе, этот парфюм мне нравится. Он мне нравится даже больше, чем как он на мне весной раскрылся. Но меня, вот меня пока смущает шалфей. Я не знаю, вот если вам нравится шалфей, то, наверное, можно попробовать. Если вы не любите шалфей, то я боюсь, что вам может он не пойти. А мне очень нравится его такая невесомость, прозрачность. И он, знаете, он как родниковая вода. Вот он прямо освежающий. И он не сладкий. И в то же время вот здесь цитрусы сверху практически не звучат. Он освежает не цитрусовостью, а именно вот какое-то ощущение реально воды. Я не знаю, может, это сочетание дерева с... Там в средних нотах есть апельсиновый цвет, то есть с белыми цветами. И еще с шалфеем. И чуть-чуть юзу вот этой такой горчинки. И, возможно, вот это все так действует. Но это просто для меня такой душ. Вот просто ощущение, что прямо вот когда его наносишь, то ты прямо вот сейчас принимаешь душ. Мне очень нравится. Я его люблю. Я думаю, что летом я его буду носить намного чаще. Особенно если будет жара, да, если нам повезет, прям будет жаркое лето, то это точно. А еще я уверена, что если будет жаркое лето, а еще если я поеду все-таки куда-то, у меня будет пляжный отдых, то бронз Годес точно будет со мной. Бронзовая богиня. У меня версия этого парфюма. Это Skincent. Там что-то какое-то длинное название. В общем, мне кажется, если так вот перевести как-то на обычный язык, это туалетная вода. Потому что есть еще парфюмерная, у них отличаются пирамиды. Знаете, вот с ним вообще невозможно переборщить. Вот им можно палиться с головы до ног и никого не задушить, в том числе и себя. Ну, что вот меня смутило, когда я его первый раз попробовала, это такой укропчик. Вначале был такой укропчик и рассольчик. И я даже немножко расстроилась. Но потом, слава богу, как-то улетучивается эта нота и больше уже звучит ваниль. Вот как такового кокоса, да, я почему-то не чувствую. Я чувствую больше рассол. Ну, не чувствую. Я больше чувствую белые цветы, я больше чувствую ваниль и где-то чуть-чуть кокоса. Ну, кстати, возможно, это и правда. Вот парфюм достался мне по обмену, и хозяйка парфюма мне предлагала еще другой вариант и говорила, там больше звучит кокос. Но я выбрала вот этот. Я потому что его тестила. Я думаю, ну, я хоть с ним знакома, тот-то и вообще даже не тестила на себе. Не знала, как он вообще откроется. И, ну, все-таки для меня, да, вот рассольность здесь выдает кокос, но потом на мне больше звучат белые цветы и ваниль какая-то. Ну, по сути, это, конечно, такой прям пляжный аромат. Крем для загара? Почему-то у меня вот такой ассоциации про крем для загара не возникает. Хотя я знаю, что многие именно, ну, вот так его характеризуют. Нет, я его не так воспринимаю. Ну, кокосово больше бело-цветочный и ванильный. Вот для меня это такой парфюм. И если про пляж заговорили, то Аква Диджео Армани. Я знаю, что это считается мужским парфюмом. Это парфюм и правда моего мужчины. Но, друзья, ну почему бы и нет, да? Вот если мне нравится. И это такой классический летний свежий парфюм. Почему бы и нет? Здесь куча фруктов, здесь цитрусы, и здесь морская нота, та, которую я люблю. Потому что есть, знаете, морская нота, которая как арбузная такая. Вот не могу ничего с собой поделать. Ее я почему-то не переношу. Она для меня прям удушающе сладкая. А вот здесь прямо такая, как будто бы морской бриз. Люблю, люблю. Да, буду его тоже иногда, иногда использовать. Так, давайте про цитрусы еще. Это Ангелшлёсер Феме. И мне кажется, что есть несколько версий вот такого Ангелшлёсера. Вот этот тот самый, у которого в рекламной кампании, там знаете, что-то про белые простыни. В общем, вот этот парфюм для меня прям про свежевыглаженное, только что с мороза снятое белье, белое. Вот у меня прям рождается именно такой образ. Это прям аромат просто вот чистоты. Чистоты, какой-то, знаете, даже есть даже какая-то вот такая нота утюга. Вот как будто бы только что, да, не знаю, взяли рубашку белую, чистую, принесли с мороза и вот прямо погладили. И вот только что ее на себя надели. И вот если вы в этом парфюме, то будет вот ощущение целый день. Для меня это такой цитрусовый, ну, может быть, еще мускус, мускусный аромат. Я не знаю, как это делается. В общем, не могла его вообще использовать зимой, потому что он меня душил цитрусами. Но летом, я думаю, что он у меня будет чаще все-таки в ходу. Дальше, друзья, так, это, познакомьтесь, это лотос от Кокеши by Jeremy Scott. Я не знаю, что это все название означает. Одно могу сказать, что это корейский парфюм. Он про лотос. И он, знаете, вот прям реально такой монолотос. И, как и принято у корейских, азиатских парфюмов, он звучит очень близко к коже. И он такой моноаромат. Моноаромат лотоса. Я, в общем, можно сказать так, что этот парфюм мне сказал, как пахнет лотос. Потому что я не знаю. Я могу только предполагать. Я лотос видела. Вот так вот видела издалека. Где-то он там рос на воде. Я вот тогда не догадалась как-то к нему нырнуть, подплыть, отрезать, почувствовать, чем он пахнет. Но вот придется верить Кокеши, что это именно вот такой аромат. Свежий, чистый, белый, с зеленцой. Тут явно чувствуются такие стебли этого лотоса, которые вот из воды прямо растут. И да, я взяла блотер. Я не знаю, как это делает Антон. Я ничего уже на себе не чувствую. Точнее, я чувствую просто все на себе. Моноаромат лотоса. Если вы ищете чего-то необычного, какой-то экзотики, но при этом знаете, что шлифить и стойкости у него особой не будет, то, пожалуйста, Кокеши by Jeremy Scott. Так, друзья. Давайте перейдем уже к масс-маркету. И начну тоже с цитрусов, начну. Это Валькирия от Фаберлик. Тут тоже есть ощущение воды. Такой чистой, родниковой, с деревом. Здесь вот явно ощущается, это первый парфюм, где я почувствовала кедр. Я прям поняла, что это именно кедр. И все-таки здесь есть такое сладковатое, что-то ванильное, такое округлое. Он, вот знаете, стартует очень резко, очень ярко цитрусами. Я когда первый раз почувствовала, я думала, господи, это же свежитель воздуха. Вот правда у меня было такое ощущение. Но потом он, слава богу, раскрывается, цитрусы утихают, возникает вот это вот ощущение водности, ощущение чистого воздуха, даже такого горного. И вот дерево, кедр, очень красиво. Мне кажется, летом будет очень красиво. А тут просто, знаете, такое ощущение, что вот эта свежевыглаженная чистая рубашка, вот та самая, с мороза, на нее, короче, бухнули куча парфюма. Но она пока еще держится, она не сдается. Кстати, такой интересный эффект. Но не рекомендую повторять этот эксперимент на себе. Так, дальше, 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 что у нас еще? Вот. Супер Гелл от Фаберлик, опять же. Спойлер, все, масс-маркет, это будет у меня Фаберлик. Роза. Вот здесь не меняется, я чувствую розу. Парфюм появился у меня весной, и я его во имя расслабления, как ароматерапию, использовала на ночь. Потому что роза, аромат розы, он успокаивает, он расслабляет, и в то же время он активизирует когнитивные процессы. Ну, как со сном это связано, я не скажу, да. Но можно его видеть и днем, так сказать, для настроя рабочего мозга. В общем, это такая, такая рассеянная, нет, не рассеянная, господи, рассеянный склероз. Это роза, но вы знаете, это не красная роза, это скорее такая светло-даже чайная, возможно, роза. Она очень нежная, она прозрачная, она такая невесомая. Этот аромат не будет прямо окутывать и шлифить, это я вообще от него бы не ждала. Но вот такую легкость и свежесть он создает, потому что здесь явно есть какая-то кислинка, которая вот, она создает ощущение, что роза, она прямо свежая. Но я думаю, что это верхние ноты, там, по-моему, какие-то фрукты есть. Вот это они создают, это ощущение, такой сочной, свежей розы. Шато де ла луар, я даже, видите, сегодня как-то совершенно случайно оделась под коробку. Я не ошиблась, не ошиблась с тем, что это парфюм на лето. Вот лично для меня он идеально идет летом, он красивейше раскрывается. Я не могла его понять весной, потому что он для меня был сначала очень холодный, он, знаете, такой вот прям был как стиральный порошок, вот такое какое-то ощущение чистоты и холода. А потом он был каким-то теплым таким и жирненьким вот за счет корня ириса. Я не понимала, тепло, холод, когда вообще, на какое время. А сейчас он на мне стал открываться очень цельно. Это реально сады, это просад, это зелень, это зелень, это пудра, это слегка сладковатая. Вообще вот я говорю слово сладко, но оно не про этот парфюм. Слегка сладковатая пудра и зелень. И сад, зеленый сад. И вечер, сумерки. Потому что парфюм все-таки, он, да, он про такую светлую грусть. Да, все-таки он красив, вот на мне красив только летом. Весной как-то он на мне не сидел. Буду носить его летом. И в нем есть такая горчинка полыни. Тут не заявлено полынь, но я уже говорила, и для меня, вот в моих фантазиях полынь должна звучать именно вот так вот. Я бы нанесла его на себя, но мне достаточно на сегодня. Все, спасибо вам за внимание, что заглянули на мой канал, что досмотрели это видео до конца. Желаю всем радостного, веселого лета. Хватайте эти денечки, проживайте их максимально на всю катушку. Все, всех целую. А, господи, друзья, ну это как обычно, я забываю. Палец вверх. Это правда важно. Это очень мотивирует, очень поддерживает. Подпишитесь на канал, если вам интересно со мной оставаться. Все, всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok